Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Масочный режим отменили. Кафе, рестораны, концерты, спортивные мероприятия. Все приходит к доковидному формату. Ну все, наконец-то, расслабляемся. Или все-таки рано? Пандемия, может быть, устроила затишье перед бурей? И новая волна коронавируса не за горами? Или, может, не коронавируса, а оспы обезьян? Я приветствую в нашей студии и в нашем городе. Сейчас в легкие воздуха наберу. Российский научный журналист, медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, что важное было на вашей лекции по этой теме в Хабаровске, военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов. Алексей, здравствуйте. Да, приветствую. Ну, итак, пандемия. Все? Расслабляемся? Как видите, природа не дает нам расслабляться и постоянно что-то подкидывает. И начнем с того, что ковид никуда не делся. Мы сейчас, по крайней мере, в нашей стране, мы, что называется, на паузе. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше. Но мир-то никуда не делся. И в мире сейчас, конкретно сейчас, поднимается очередная волна. Следующая. То есть у нас было пять, сейчас поднимается шестая. Другой вопрос, что дойдет ли она до нас и в каком виде. Дело в том, что, да, действительно, сейчас ограничения гораздо больше, я бы сказал так, чем были во время ковида. Если Запад для нас закрыт, то Юг и Восток для нас открыты. А это, как вы понимаете, совершенно другие варианты. Потому что в Китае собственный коронавирус, в Японии собственный, где-нибудь в Турции собственный. То есть он изменяется внутри популяции. И получается так, что при переносе в другую популяцию он там становится опасным. В какой-то стране уже переболело довольно большое количество людей определенным подвидом омикрона. Потому что сейчас у нас есть как? Есть коронавирус, есть, например, омикрон. И внутри омикрона еще есть подвид, и у каждого подвида еще несколько вариаций. Он развивается очень быстро, эволюционирует. И на разных территориях превалируют разные варианты. Вот как только к нам привезут очередной, мы им переболеем. То есть тут надо просто откуда ждать это, собственно. Ну а с кем у нас авиасообщение вообще какое-то? Слушайте, ну из тех открытых стран, есть ли, можно ли какой-то рейтинг, приоритизацию, откуда? Вот совсем нежелательно было бы получить вот на данный момент. Да ниоткуда. Дело в том, что, я еще раз повторяю, да, он как бы обосабливается внутри одной страны. А как это мы отреагируем? И здесь мы в России на какое? Это пока мы не можем... Это сказать сложно, да, потому что он изменяется довольно ощутимо. Иногда даже во вред себе, вроде бы. Потому что вот сейчас описаны три мутации, которые немножко вредят вирусу, с одной стороны. Но с другой стороны, они помогают ему уходить от наших антител. То есть он настолько изменяется, что да, еще более успешно этот вариант уходит от наших антител. Сможет ли он закрепиться в популяции? Посмотрим. То есть мы не можем это сказать. Идет сейчас борьба за нас. То есть мы являемся кормовой базой, по большому счету. И тот вирус, который сможет... Тот вариант вируса, который сможет к нам приспособиться, он в итоге победит и будет у нас тут ураганить. Декабрь 2019, если я не ошибаюсь, первые сообщения из Уханя. 19, 20, 21, середина 22. И это еще не конец. Это еще не конец, да. То есть она, конечно, уже скорее всего не будет вот такой высокой, эта волна. По всем данным. Потому что, ну да, действительно, вот то, что полыхнуло на рубеже 21-22, это был максимум. Похоже, что, по крайней мере, по всем на сегодня поступающим и аналитическим данным, и прогнозам, и всему остальному. Но, к счастью для нас, получается так, что пока что вирус двигается, ну, в относительно менее опасную для нас сторону. Но закончится пандемия, условно, пока все не переболеют уже окончательно? А вот это сложно сказать. Вы же видите, что есть возможности повторного заражения. И третьего, и четвертого есть уникумы, переболевшие по пять, по шесть раз уже. Это означает, что надежного иммунитета от этого вируса и его вариантов мы не получаем. Это означает, что он будет у нас в популяции. Скорее всего, он закрепится. Как? Вот еще увидим. Не очень понятно. То ли он станет сезонным, ну, пока что таких тенденций не наблюдается. Он станет круглогодичным, может быть. Все люди, которые будут к нему чувствительны, в той или иной форме, вы обязательно им переболеют. Но что было на старте пандемии, когда, возможно, даже еще никто и не говорил, вот это слово пандемии не использовал? Ну, вирус новый, мы про него еще ничего не знаем. Но у меня такое ощущение, что вот прошло несколько лет, а мы до сих пор про него особо-то ничего и не знаем. Да нет, мы знаем довольно много. Но остановить, тем не менее... Остановить это нам не сильно помогает, потому что он очень быстро изменяется еще. Самое важное и самое главное. И в этом кардинальное отличие, скажем, от оспы обезьян, которые сейчас пытаются перебить повестку у ковида. И вы тоже сейчас пытаетесь увести тему чуть-чуть попозже, да? Да, ну, я просто, да, как бы заглядывая так вперед, это принципиально разные вирусы с точки зрения именно пандемического потенциала. Коронавирус в этом смысле уникален. Если, вот, главная причина, по которой, вот, по щелчку нельзя, потому что вирус мутирует, да. Соответственно, ну, насколько я понимаю, невозможно воздействовать на вирусы, каким-то, не знаю, вакцинам, каким-то другим средствам, ровно на, я не знаю, как правильно и по-научному, на какой-то механизм внутри, который, вирусы, который отвечает ровно за мутацию. Можно ли купировать сами мутации? Мы можем купировать мутацию, только прервав цикл размножения вируса. Это единственный способ. Это единственный способ. Если, там, сколько нас сейчас, 7, 8, 800 миллиардов человек, если все сделают какую-то одну вакцину, которая при наличии вируса в организме закупирует, ну, купирует именно вот возможность мутировать, то это тоже невозможный вариант какой-то. Ну, это фантастический сценарий, как вы понимаете, одновременно привить всех не получится, естественно. Но если бы это все-таки было возможно? Ну, это невозможно было даже с натуральной оспой, если мы вспомним вот эту прекрасную историю. Единственный случай, когда нам удалось массово привить всю планету. Это не повторится, поэтому я бы даже его не рассмотрел. По человеческим причинам, исходя просто из-за того, что есть ваксеры, антиваксеры и прочее, прочее. В общем, все, да. Но в идеальной вселенной, на идеально ровной поверхности, такое, ну, чисто теоретически. Ну, чисто теоретически, если мы весь вирус закроем и не дадим ему размножаться, то да, может быть, остановится его эволюция. Потому что мутации возникают в процессе деления, да, то есть, как это обычно и бывает. Он размножается, он эволюционируется. Свежая, вот буквально июньская новость. Вирусологи из Упсельского университета в Швеции обнаружили потенциально опасный для человека коронавирус у рыжих полевок. Назвали его вирусом Гримсе или Гримсе. Это мы также говорим про COVID-19 и его какое-то ответвление? Да, да, да. Это различные варианты. Дело в том, что мы рассматриваем такую возможность, и она действительно сейчас, к сожалению, по-моему, реализуется. И по данным всех ученых тоже, это переход его в животный мир. Ему нужен вирусу, нужен резервуар на то время, пока мы его гоняем здесь тряпками. Это всегда так. Вот грипп, посмотрите, мы его не можем убрать с планеты. Почему? Он живет в прилетных птицах, например. И еще в десятках видах животных. Если сейчас то же самое сделать коронавирус, мы его не догоним. Так, то есть там вакцинировать нужно не только людей, но и вообще всю биомассу. Как бы, понимаете, в полевых не получится вакцинировать. Они даже в переписи не участвуют, как это сделать. Но, тем не менее, людям сейчас, когда на фоне всех заявлений и снятия ограничений, начинает как-то по-новому дышаться этой грузью полностью, клубы, бары, концерты, все вроде бы здорово, и мозг считывает этот сигнал, как, ну, друг, все, выдыхай, все, все на круги свои возвращается. Но рано расслабляться. Так вакцину-то делать в очередной раз? Ревакцинацию надо? Смотрите, да, действительно, сейчас нужно сделать передышку, пока есть такая возможность. Мозг не может просто вот постоянно находиться в этом состоянии, в стрессовом. Это все понятно. И передышка, да, действительно, сейчас она есть, и ею можно, и нужно воспользоваться. Ничего страшного, в этом нет. Первое. Второе, да, нам нужно держать иммунитет наготове. Потому что чем дольше будет этот самый перерыв, тем больше вероятность в дальнейшем прорывных случаев даже у людей вакцинированных. На сегодня у нас тактика выглядит следующим образом, что если мы вакцинировались, чаще всего это двухдозовый спутник был в подавляющем большинстве случаев, дальше мы ревакцинировались, опять же, в подавляющем большинстве случаев это был однодозовый спутник, то следующая ревакцинация, скорее всего, подойдет назальный спутник. Его сейчас уже готовят к выпуску, вроде бы решили проблемы с этими насадками назальными. По сути, это то же самое, просто распыляется в полости носа. И смотрите, что происходило. Мы обучили наш иммунитет внутри организма, то есть полностью системный иммунитет. Мы ему потом напомнили, и потом ещё отдельно потренировали местный иммунитет. Вот считается, что этой защиты будет более чем достаточно. И в дальнейшем, ну, по крайней мере, пока коронавирус существует, пока у нас существует переход, может быть, в какой-то другой биологический вид или виды, нам вот эта назальная вакцина может вполне себе сгодиться. Когда она появится? Она должна вот-вот уже появиться, то есть, по сути, это уже самое спутник. Возможно, к концу нашей беседы уже что-то не исключено. Вот эта сезонность. Сейчас летом мы делаем вот эту передышку. Антисептики, маски, ну, по-честному, уже все про это позабывали. И что говорят врачи? Ну, значит, ждём антровирус. Сейчас. Расслабились мы. Сейчас, значит, вернётся. Потому что я вот общался с врачами в красной зоне, вот эта вся история. Они говорят, слушай, гриппа не было. Да. Потому что все в масках. Коронавирус был, а вот гриппа не было. Сейчас маски снимем, соответственно, вернутся те привычные вирусы. Верно? Абсолютно верно. И сезон гриппа в этом году может быть даже более мощным, чем обычно. Почему? Одну простую причину. Мы же пропустили пару сезонов. И люди в основном не прививались. Это означает, что появилась довольно большая прослойка чувствительных. Вакцины против гриппа работают относительно неплохо. Где-то полгода. На промежутке в 9 месяцев там эффективность уже под 50%. И 12 месяцев там уже около 25%. Поэтому получится так, что если мы не начнем прививаться от гриппа осенью, мы получим довольно мощный всплеск как раз уже гриппа. И я не говорю действительно про сезонные, про те же энтеровирусы, про все остальные респираторные вирусы. Их очень много. Про вирусы парагриппа, которые поднимаются в основном летом. Как вы видите, на самом деле желающих на нас попитаться очень много. Поэтому просто я и себе, как бы сейчас напомню, буду пересматривать, когда наше с вами интервью. Обращусь к себе в том числе. В августе начинается кампания. В сентябре начинается. Надо не забыть. Просто напоминание себе в телефоне поставьте. Видел еще такое сообщение в новостной ленте, что коронавирус летом в том числе в какой-то степени усугубят кондиционеры. Вот видите ли вам какой-то смысл в этой? Ну, здесь есть, конечно, некоторый такой эпидемический аспект. Но он касается не только коронавируса, но вообще любых вирусов, передаваемых по воздуху. Что имеется в виду? Что вот эти традиционные, скажем, офисные сплит-системы, они в основном гоняют воздух в закрытом помещении. То есть это не система вентиляции, а это именно система улучшения воздуха в закрытом помещении. Если там сидит кто-нибудь чихающий, кашляющий, который, как вы понимаете, невероятно ценный сотрудник, и он должен присутствовать на рабочем месте, даже в больном состоянии, то попросту получается циркуляция и распределение этого вируса равномерно по всей поверхности офиса. И поскольку это в течение рабочего дня, то еще и длительный контакт. Создаются все условия для заражения. Это касается не только коронавируса. Это и вирусы гриппа, и прочие респираторные. Это, в общем, довольно известные летние истории. Ага. Закрыть тему коронавируса, но не пандемий, последним вопросом. Сейчас, во время этой передышки, что бы посоветовали людям, ну, что бы минимизировать риск заражения коронавирусом? Маски разрешили не носить, но по-хорошему-то лучше все-таки не снимать или? Смотрите, на открытом воздухе, конечно, мы без масок находимся. Если это какое-то малолюдное помещение, и там все молчат, то же самое, можно без масок. А если, например, это какой-нибудь, не знаю, там, рок-концерт, но в небольшом помещении, в душном, в забитом, вы, вот как бы это странно ни звучало, но маска там вполне себе подойдет. Можно сделать ее черной, можно с принтом группы, можно еще чего-нибудь, но если вы ее наденете, нить хуже точно уже не будет. Кроме того, я бы сейчас уже сделал заранее запасы масок, антисептиков, всего остального, пока цены на них пошли вниз. Потом может пойти опять вверх, спрос на них поднимется. А сейчас это как бы проблемы могут возникнуть, в том числе с логистикой, со всем остальным. Запастись какими-то простейшими лекарственными средствами, которыми вы пользовались и прочее. Ну, то есть, готовимся, готовимся. Ну, моем руки, антисептики, это... Это само собой. Это уже... Да. Про это мы уже... Не говорим. Не говорим. Анонсировали вы эту тему оспа обезьян. Оспа обезьян. Можно ли это с какой-то условной натяжкой назвать новым коронавирусом? В плане новой пандемийности? Нет. Ни в каком аспекте это, во-первых, не новое и не пандемийное. Почему не новое? Ну, просто потому, что оспа обезьян существует очень давно. Но, наверное, примерно так же, как оспа верблюдов, оспа лошадей, оспа людей, оспа коров и прочих-прочих животных. Как много всего впереди. Конечно. Но, как вы понимаете, поскольку это чужая оспа, то есть, не наша с вами, есть большой шанс, что она пандемийным потенциалом не обзаведется. Из последнего... Из последних вспышек 2003 год США, где-то на Среднем Западе, если не ошибаюсь. И вот я это прочитал, и ваш, если не ошибаюсь, тоже комментарий в одном из интервью, в каком-то федеральном СМИ это было, что мы называем оспа обезьян, но конкретно и в Штаты, и в принципе она распространяется вообще не обезьян, а грызунами. Да. И мне очень говорят, гамбийская хомяковая крыса. Она самая. Так, кто это? Очень красивое животное, на самом деле очень умное. Но они вакцинированы. Масса до полутора килограмм, метр от кончика носа до кончика хвоста. И у них великолепное медицинское настоящее будущее, я бы сказал так. Потому что есть, например, ну я не знаю, она до сих пор жива или нет, великолепная крыса по кличке Тарик в Мозамбике, она занимается диагностикой туберкулеза. Каким образом? А нюхает, то есть она обучена специальным образом, и она распознает... У них великолепный нюх. Она распознает разные пробы, перед ней ставят мокроты, и около той пробы, где находится палочка коха, она начинает копать лапками. Надо сказать, что у нее и скорость работы, и точность работы выше, чем у аналитической аппаратуры, которая очень дорогая, и, как вы понимаете, крысы гораздо дешевле. А еще вот буквально в начале 22-го года скончалась выдающаяся крыса по кличке Магава. Она работала в Камбодже и разминировала. Она нашла около 70 неразорвавшихся боеприпасов, мин и всего остального, и за это была удостойна золотой медали одной из немногих животных. Слушайте, это же поразительно. Да. Как? А это... Ну, вот острый нюх, как у собаки, глаз, как у орла. Да, а это каким-то образом... Вот у этого есть научный потенциал? Я имею в виду, как расшифровать механизм, как его использовать дальше? Именно, есть, да. Но он на какой стадии сейчас? Есть разработки в сторону электронного носа. То есть мы пытаемся воспроизвести вот эти естественные возможности. Но, как вы понимаете, природу догнать очень сложно. Кое-что мы умеем делать, да. Но проблема в том, что ни собаки, ни крысы нам не рассказывают, как они это делают. Нам приходится самим догадываться, это сложно. Но мы сейчас примерно на стадии воспроизведения этих возможностей в электронном виде. Не исключено, что получится. Но пока что крысы дешевле. Либо, ну тут вариант еще, если собаки и крыс не рассказывают, можно попробовать расшифровать. И мне кажется, какие-то в нейробиологии есть и такие исследования. Расшифровать мысли животных. С этим сложно, опять же. Потому что нам нужно понять, где что. Мы с человеческими-то только-только начали более-менее прилично разбираться. До животных нам еще далековато. Тысяча сто десять заболевших оспо-обезьян. Неделю назад в Нигерии был первый летальный случай зарегистрирован. Вот мне здесь, находясь в Хабаровске, стоит ли с каким-то трепетом, волнением, тревогой следить за новостями об оспе-обезьян? Эти оспенные новости нужно фильтровать. Потому что первый случай в Нигерии в этом сезоне. Уточнение. Потому что это эндемичный район. То есть там постоянно находится эта инфекция. Поскольку там существуют эти самые грызуны, там существуют обезьяны, все остальное. И там летальные исходы не прекращались вообще никогда. Это просто первый был случай в этом сезоне. Это просто цепляющий заголовок. Совершенно верно. Да, все же испугались. Но пока что в неэндемичных странах нет ни одного летального исхода. К счастью для нас. Но еще раз повторюсь, да, это не наша инфекция. И, например, оспой коров мы с вами вакцинировались долгое время. Потому что как раз та самая вакцинация, она и есть. Вакка, корова. То есть именно как раз от этой идеи взять более легкий вариант болезни для защиты. И происходит все, что мы сегодня знаем в смысле защиты как раз такой вакцины. Прививка от натуральной оспы, которую там, если неужели, в 80-х годах закончили, да, плюс-минус. Она на 100% защищает от оспы обезьян. Нет, примерно на 85% от симптоматической инфекции. Поскольку, опять же, это родственники, конечно, но двоюродные, я бы сказал так. Поэтому небольшой перекрестный иммунитет существует, в большей степени защищает от тяжелых случаев. Я же ничего не путаю? Это вот прививка, которая вот здесь? Нет. Нет, это ВЦЖ, да? Здесь есть варианты, да, ВЦЖ. ВЦЖ, дело в том, что у нас в плечи делали и ВЦЖ, и ОСПУ. Так. Поэтому, если у вас на обоих плечах есть отметины, вот тогда есть некий вариант, что, да, действительно, у вас и ОСПА, и ВЦЖ. А если только на одном, и, скорее всего, на левом, то это будет ВЦЖ. Вот тот факт, что в какой-то момент перестали делать, это нормально или, друзья, это упущение, и по-хорошему надо было бы продолжать? Опять же, есть нюансы. Дело в том, что, да, действительно, те вакцины, которые использовались, они были очень тяжелыми. Когда сегодня пытаются какую-то напрасно возводить на ковидные вакцины, что вот они опасны, они ужасны, вспомните ОСПИНЫЕ вакцины, это был кошмар и ужас. Там примерно на 100 тысяч приходился один очень тяжелый случай с инвалидизацией, а на миллион один летальный исход. И ничего, считалось, ну, ладно, как бы потерпим, ничего страшного, потому что сама по себе натуральная ОСПА гораздо страшнее. И когда прекратили вакцинацию, в том числе и из этих соображений, что когда ее уже нет, вот просто не осталось. Да, то есть ее просто не осталось. Есть два всего-навсего образца, которые в замороженном виде находятся в Атланте, в Соединенных Штатах, и в Новосибирске здесь у нас. Все, ее больше нет, в нативном виде ее не осталось. По этой причине перестали прививать. Но здесь есть вторая важная вещь, о которой написали еще в 88-м или 86-м, сейчас боюсь ошибиться, году, вышла огромная публикация Всемирной организации здравоохранения «Опыт искоренения натуральной ОСПИ». И там была целая глава, посвященная ОСПИ-обезьян, в которой говорилось, что в Африке, в эндемичных районах, не следует прекращать вакцинацию. Иначе это чревато возвращением этой самой ОСПы через, там, скажем, лет 30-40. И вот это предсказание на сегодня, о нем мало кто вспоминает, потому что, ну, подумаешь, Африка, что такого, ничего страшного, перебьются. Оказывается, нет. Вот эти вот предсказания, они вполне себе сбылись. И об этом предупреждали еще неоднократно. В 2008 году была большая публикация в журнале Национальной академии наук Соединенных Штатов. И в ней прямым текстом говорилось, что, ребята, у нас за последние вот эти вот десятилетия, 21 века, за первые 10 лет, у нас в 30 раз почти выросла заболеваемость в эндемичных районах по натуральной ОСПИ. Обезьян имеется в виду. Примите меры, иначе это придет к нам. Кто-нибудь принял меры? Нет. Вакцинацию возобновили? Нет. Это проблемы Африки. Ну, вот, пожалуйста, теперь это проблемы всего мира. Так, хорошо. Соответственно, первый вопрос. Те люди, которым в 80-х поставили прививку от ОСПы, они сейчас на 85%? Примерно, да. Плюс-минус, но защищены от этой ОСПы. Если, не дай бог, в Хабаровск кто-то привезет эту ОСПу мне, человеку, у которого нет, соответственно, этой прививки, что мне делать? Вас привьют. То есть вам не нужно самому ничему, так сказать, пытаться какие-то меры предпринимать, просто потому, что вы эту вакцину сейчас не найдете. В домашних условиях не создать? Не сможете, в аптеках она не продается, к счастью, да. Она существует, причем уже, насколько я помню, по-моему, уже даже пятое поколение этих вакцин. Ими занимается вектор в основном. Ну, вы же понимаете, это военное направление ОСПа, и в том числе ОСПа обезьян, но модифицированное, всегда рассматривалось как биологическое оружие. Это означает, что во всех странах крупных, те, которые потенциально друг друга хотели закидать такими вещами, велись разработки и ведутся до сих пор. В подавляющем большинстве случаев они, как вы понимаете, под грифом, и мы о них мало что знаем, но мы точно знаем, есть регистрационные реестры, мы можем посмотреть, что там присутствуют новые варианты вакцины против и натуральной ОСПы. И сейчас уже пошли работы, что регистрацию получат и российская в том числе вакцина против ОСПа обезьян. Как вот биолаборатории. Да. Как часто в последнее время начинаем слышать это слово. Сейчас буквально на короткую рекламу мы прервемся, а после хочется поговорить не о вакцинах, которые были, пока еще остаются с нами, а о тех, которые, возможно, будут. Многие начинают уже говорить о следующих пандемиях. Вот то будущее, которое очень хотелось бы, чтобы не наступило, вот его мы обсудим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Дмитрия Павленко. Продолжаем мы обсуждать пандемии, угрозы человечеству, которые несут в себе вирусы с Алексеем Водовозовым. Вот заголовки, от которых в свете вот этих нескольких лет последних, как-то, ну, конечно, не стынет кровь в жилах, но как-то становится тревожно и не по себе. Это вот декабрь, декабрь 21-го года, просто три. Неизвестная болезнь появилась в Африке, умерли уже десятки людей. В Южном Судане вспышка неизвестной болезни. Почти 100 умерших. Угрожает ли России неизвестная болезнь из Африки? Все про одну болезнь, это про одно, но вот это вот что-то неизвестное из Африки. Или что-то вообще неизвестная болезнь. Я вот так вспоминаю, да вот сколько я помню, столько периодически такие новости про неизвестные болезни не прилетали. Ничего нового. Но ощущение теперь от них какое-то вот другое. Надо ли мою вот эту тревогу разделять всем остальным по поводу таких? Нет, не надо. Нужно понимать, что для журналистов важно кликабельный заголовок. Это уже как бы дальше не так страшно. Если мы читаем саму новость целиком, выясняется, что это, в общем, известная вещь. Просто она, например, или там не появлялась, или там про нее долго не слышали, или, да, действительно не разобрались сначала, что это такое. Но на самом деле мы знаем, ну дай бог, где-то примерно 5% микромира. Ну, он гигантский, он огромный, он существовал на планете задолго до нас и будет существовать чуть длительное время после нас. Поэтому мы сейчас действительно пересекаемся с теми вирусами, с теми бактериями, с которыми раньше не пересекались. Мы осваиваем планету все интенсивнее, мы забираемся в очень дальние уголки, а там, как вы понимаете, своя флора, фауна, в этой фауне своя микрофлора и прочее-прочее. Да, действительно, мы будем регулярно с этими вещами сталкиваться. И чем дальше, тем чаще. Когда будет следующая пандемия? Сказать сложно. Дело в том, что пандемия – это такой конструкт искусственный. Это понятие, которое существует, и у него есть определенные четкие критерии. Это состояние, которое объявляет Всемирная организация здравоохранения. Есть фазы пандемические, предпандемические, постпандемические, после и прочее-прочее. Например, сейчас мы все с вами живем во время шестой пандемии холеры. Или, по-моему, уже седьмой. Вот я уже запутался, если честно. А я и не знал. Вот так. Да, да. То есть мы где-то вот между шестой и седьмой пандемиями холеры. Мы это сильно замечаем? Ну, мы не сильно это замечаем. Я так понимаю, что... А там сколько всего фаз? Это на спад оно идет? Или живой? Вот, вот. Что есть постпандемическая фаза, в том числе. И в ней можно находиться бесконечно. У нас сейчас пандемия ВИЧ, например. Есть пандемия неинфекционных заболеваний, скажем, сахарного диабета, ожирения и прочих вещей. Мы с вами так или иначе живем в эру, я бы сказал так, пандемии. Их просто объявляют, что вот да, действительно есть некое явление, соответствующее определенным критериям. И пусть это будет называться вот так. Но пандемия – один из критериев, и главный, который я вкладывал сейчас сюда, это вот эта масштабность и распространенность. Масштабность и распространенность должна затрагивать минимум две страны в одном регионе ВОЗ, и как минимум одну страну в другом регионе ВОЗ. Вот тогда это пандемия. Это, опять же, один из критериев. Один из критериев. И там еще куча, куча, куча. Но давайте так, когда в следующий раз случится какое-то вот такое масштабное распространение некоего вируса, которое будет угрожать, ну, на уровне, либо даже большем, как вот, ну, если сравнивать с COVID-19? Когда опять съедят что-нибудь не то. Ну, примерно. Вы понимаете, что это очень тяжело прогнозировать. Если мы посмотрим на историю, нам уже теперь легко оборачиваться назад. Когда в Китае был первый SARS, уже тогда специалисты сказали, ребята, присмотритесь к коронавирусу. Не исключено, что мы с ними получим новую головную боль, потому что они начали искать подходы к человечеству. Ну, это, конечно, условно, очень красиво сказано, что они начали искать. Мы просто с ними столкнулись. И, пожалуйста, да, действительно, была проблема 2001-2002 года, потом была проблема 2012 года. Да, это МЕРС, ближневосточный респираторный синдром, тоже коронавирус. И тогда сказали, опять же, уже громко эксперты начали говорить, следующий коронавирус явится гораздо быстрее. То есть промежуток будет меньше, и он будет более опасным. И, может быть, у него даже получится с третьего раза зайти на нас. Пожалуйста. То есть вот эти все вещи, они вполне себе исполняются, все эти прогнозы специалистов. Другой вопрос, их мало кто слушает. Вот как про ОСПу, то же самое. Когда еще ОСП начала говорить? Когда это отменили? Сейчас сложно сказать, что будет дальше. Математически. Это же есть модели? Нет. В том-то и дело. Нет. Обращая внимание на модели, которые сработали. Опять же, вот так, ретроспективно. А на те модели, которые не сработали, их было гораздо больше. Просто кто-то угадал, у кого-то совпало вот этот расчет. Вы понимаете, что на сегодня у нас пока что нет таких возможностей, чтобы планировать, скажем, лет на 5-10 вперед. Вот внутри пандемии сейчас, вот сейчас, в 2022 году пандемии коронавируса, мы что-то математически уже можем делать. И да, действительно, есть модели, которые сейчас работают. Они корректируются, они получают огромное количество переменных. И то, что они прогнозируют, ну, примерно немножечко совпадает с тем, что происходит в реальности. Но вперед, то есть кто прорвется, мы этого не знаем. И, соответственно, для следующего вируса нужно будет строить свои модели. Да, абсолютно. Мы не готовы к следующей пандемии. Можно ли тогда всерьез воспринимать тезис, что следующая пандемия может случиться завтра? Да, это абсолютно серьезно. Потому что у нас есть масса вариантов. Да, действительно, Африка. Проблема, которой мало интересует развитый мир. По многим причинам, ну, кто туда будет вкладываться? Это первое. Второе, что там своеобразное общество. Например, если им привозят вакцины, они не спешат прививаться. И зачастую получается так, что те миллионы доз, которые туда поставляют, они в итоге выбрасываются. Вот сейчас с коронавирусными именно такие истории. Они с гораздо большей вероятностью послушают шамана, например. Или используют толченый рог белого носорога. Или еще что-то в этом роде. То есть там как бы свои понятия о медицине и о профилактике инфекционных заболеваний. А людей, которые, скажем, придут с вакцинами, вполне могут убить. Например, как происходит в отдаленных регионах Пакистана, куда приходят люди с вакцинацией против полиомиелита. Мы сейчас еще же с одной инфекцией пытаемся побороться и искоренить окончательно из планеты. У нас остался вот такой вот конгломерат. Это Пакистан и Афганистан. Однако, сейчас мы смотрим и опять в Нигерии полиомиелит, и опять в других странах он начинает появляться. Просто потому, что если есть очаг на планете, из него будет расползаться так или иначе инфекция. То же самое мы многие регионы не знаем. Вот сейчас Африка, например, на примере ковида, она показала, что оттуда информации поступает крайне мало. Она крайне скудная. Очень плохой сбор на первичном уровне. Эпиднадзор в некоторых странах вообще отсутствует полностью, как класс. И когда это становится проблемой мира, мир узнает это вот именно так, как оспы и обезьян. И это еще не самый плохой вариант. Если мы посмотрим перечень того, что водится в Африке, ну там прям начиная с Эболы, давайте так. Потом можно и в соседних регионах поискать. Там вирус Нипах, например. Практически про него был снят фиден Содерберга заражение. Единственное допущение, что он передавался воздушно-капельным путем. Он пока не умеет. Но опять же, пока. Пока он размножается в небольшой популяции, да, он не развивается. Но как только он вырвется на стратегический простор, не исключено, что одна из его мутаций приведет к возможности передачи воздушно-капельным путем, и мы получим огромную проблему. Вероятность вымирания человечества выше от вируса, чем от вспышек на Солнце, я так понимаю. Абсолютно все. Да, именно так. Здесь, у нас на планете, гораздо опаснее, чем в космосе. Надо быстрее строить корабли. Билл Гейтс. Много высказываний. Хочется вообще, в принципе, да, чтобы вы прокомментировали, что вы думаете по этому поводу. Ну вот он как раз про это говорил, что и здесь я действительно соглашусь. Не знаю, какой порядок цифр, но в прошлом году он говорил, что экономика мира из-за коронавируса потеряет порядка 30 триллионов долларов. Чтобы предотвратить, нужно было потратить, условно, миллиарды. Поэтому лучше тратить миллиарды, чем потом терять. Здесь окей. Но вот он еще что интересного сказал про следующую пандемию. Это может быть... А, ну вот, может быть. Может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Как считаете? Ну, это нельзя сбрасывать со счетов. Потому что, действительно, ну, про биологическое оружие сегодня уже, в общем-то, не говорят практически. Это невыгодно по многим причинам. Единственная страна, которой удалось наладить масштабное производство, реально масштабное производство биологического агента, была Япония. Знаменитый отряд 731, который располагался относительно недалеко здесь. и они изобрели уникальную технологию, и они получали тонны в месяц возбудителей холеры, чумы и прочего-прочего. Вот повторить этот успех пока что не смог никто, хотя и... Либо мы об этом не знаем. И руководителя, скорее всего, не смог, потому что так или иначе это бы утекло, потому что, извините, утекла же ядерная бомба, скажем так. Утекло бы и это, несмотря на то, что американцы забрали к себе сотрудников. Точнее так, он сиро-эси сам к ним ушел, к американцам, он специально сдался со всей документацией, со всем остальным. Но этот успех повторить не удалось. Плюс, например, та же чума, ну, прекрасно лечится антибиотиками, с ней проблем нет. Как лечить холеру? Мы тоже более-менее представляем. Ответ никак. Мы просто восполняем потери жидкости, электролитов и всего остального. И у нас есть эпидемические подходы к этому делу. Поэтому, скорее всего, с оружием проблем не будет. А вот с единичными террористами, да, это возможно. Я несколько мыслей, которые хотелось бы обсудить. Вот смысл пандемии, он вообще существует или нет? Конечно. Вот через пандемию природа борется с перенаселением. Она борется вообще со всем. Давайте так, это фактор естественного отбора. Если мы посмотрим на животных, мы абсолютно такие же животные, как зайцы, как лоси, как волги, как все остальные. Просто у нас есть реанимация и амбиции. Все. Мы больше ничем от них не отличаемся. И это тоже для нас фактор регуляции. Болезни в животном мире это действительно способ прореживания популяции, ее обновления, ее улучшения и прочего-прочего. Потому что вымирают слабые, неприспособленные и прочие вещи. Да, к сожалению, это жестокая реальность. И это не биологизация, как иногда говорят, что а вот человек там социальный, у него прочие-прочие вещи, нельзя сюда применять биологические законы, болезни об этом не знают. Поэтому на нас они действуют абсолютно точно так же. Поэтому смысл пандемии в сокращении популяции. Все, спасибо. Я для себя эту галочку закрыл. Последний вопрос. Какие, на ваш взгляд, и может ли вообще хоть какие-то, сделать выводы человечества, пока еще находясь в состоянии COVID-19? Вот очень бы хотелось, чтобы оно сделало. Но, как показала история с COVID-19, нет. То есть, по идее, что мы должны были сделать всем миром? Объединиться. То есть, это самое первое, что нужно было сделать. Потому что те исследования, которые, например, на сегодня есть, показывают, что самая удачная схема вакцинации – это сочетание нашего спутника и, например, файзеровской вакцины, или модерновской. То есть, векторных технологий и МРНК-технологий. И при этом спутник на сегодня из векторных вакцин – самая лучшая в мире. Это признают все. Удалось Логунову и его компании сделать просто великолепную, действительно, вакцину, которая работает до сих пор. Ее даже изменять не надо особенно. Нужны общие усилия для того, чтобы, например, обезопасить весь мир. Не только развитый мир, не только тот, который сможет заплатить, но и весь мир, как бы это странно ни звучало, нужно делиться лекарствами, технологиями, вакцинами, масками, всем остальным. То есть, нужно работать как единый организм. А что произошло? Все разбежались по собственным песочницам, со своими игрушками, все друг с другом ругаются и прочие вещи. То есть, к сожалению, выводов не сделано. Я вот сейчас подумал, нет ли в этом какого-то противоречия? Мы же говорим сейчас, что человек – это тоже животное. Пусть социальное, пусть какое-то, но животное. Природа, стоит ли с ней бороться? Ведь вирус, он, это природного происхождения. Природа сказала, так, друзья, так, естественный отбор, вас что-то многовато, сейчас мы эту половинку выкосим. А вы тут, значит, решили в своей стае бороться со мной. Так зачем-то этот механизм ведь был запущен? Да, естественно. Так, может, и не надо его останавливать? Надо. А вот здесь как раз и включаются наши человеческие особенности. У нас, в принципе, сейчас примат человеческой жизни. То есть, это максимальная ценность на планете, в принципе. И за нее мы будем бороться всеми доступными способами. Собственно, мы именно поэтому и являемся людьми. Мы, конечно, могли бы отойти в сторону и посмотреть, как будут умирать люди чувствительные к коронавирусу, но тогда мы перестали бы быть людьми. Спасибо большое, Алексей, за эту беседу. Друзья, о коронавирусе, оспе, обезьяна, пандемиях, ну и в итоге все-таки о человечности. Поговорили мы с Алексеем Водовозовым, научным журналистом, медицинским блогером, врачом-терапевтом высшей квалификационной категории, военным врачом, подполковником медицинской службы запаса и просто хорошим человеком. Спасибо вам огромное. Спасибо. Друзья, это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы, этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Меня зовут Дмитрий Павленко. С вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова